Здравствуйте! Я хотел бы рассказать про экспериментальное наблюдение, колебания в промежуточном диапазоне в аммическом разряде. ТКМКФТ2. Перейдем к планируемому изложению. Для начала я планирую рассказать, каким образом мы обнаружили данный эффект, данное колебание. Расскажу, каким образом мы их измеряли, какой получили сигнал. Далее продемонстрирую зависимость сигнала от параметра плазмы. Продемонстрирую оценку локализации эффекта. Да-да-да, спасибо большое. Приведу анализ сигнала, в том числе кросс-корреляционный, а также продемонстрирую причины, которые мы предполагаем привели к возбуждению данного эффекта. В течение уже нескольких лет на Токамаке ФТ2 исследуется переход от генерации тока к ускорению ионов в режиме с СВЧ-волной накачки нижгибридного диапазона частот. Этот переход сопровождается возбуждением колебаний, состоящих от частоты накачки, в данном случае 920 МГц, на гармонике ион-циклотронной частоты. Эти колебания хорошо регистрируются на периферии с помощью ВЧ-зондов. И по всей видимости, как мы уже несколько раз публиковали результаты, связаны с раскачкой так называемой параметрической распадной неустойчивости, в которой связан эффект прекращения генерации нижгибридного тока. Но в данной работе пойдет речь не совсем про это. Данный режим связан с режимом сводом СВЧ-мощности. Однако в течение этих работ были обнаружены мощные колебания в амическом разряде промежуточном диапазоне частот порядка от сотни до тысячи МГц в режиме низкой плотности, то есть в режиме генерации тока. Какая была схема измерений? Данные колебания исследовались на Takamaki FT2. Как уже прошлым докладчикам было сказано, большой радиус 55 см, малый радиус 8 см. Основные параметры представлены на слайде. Сигнал снимался с помощью высокочастотных штыревых зондов. Один из высокочастотных штыревых зондов располагался со стороны сильного поля. Полоидальный угол примерно 22 градуса. Второй располагался в сечении с нижгибридной антенной. Полоидальным углом в 270 градусах. Запись велась на быстродействующий осциллограф с частотой записи до 20 ГГц. Анализировались спектральные составляющие и временная эволюция сигнала в промежутке от 0 до 1 ГГц. Этого нам было вполне достаточно для наблюдения данных сигналов. Что зонды, что подводящие линии были конструктивно одинаковы. Кроме того, данные колебания могли переизлучаться и регистрировались через волноводы нижгибридной антенны. Данные колебания, данный сигнал регистрировались, как я уже говорил, в разрядах с приложением ВЧ мощности, то есть с нижгибридной генерацией, с малыми плотностями. Но еще до приложения ВЧ мощности. Он имел вспышечный характер с короткими вспышками порядка 10 микросекунд и с частотой следования вспышек порядка нескольких килогерц. Частотный анализ вспышек показал, что спектр вспышек представляет собой пакет из связанных между собой нескольких частот, основные пики которых стоят друг от друга на 30-35 МГц, что соответствует ионциклатронной частоте в Takamaki FT2 с рабочим магнитным полем порядка 2,2 Тесла. Похожая ситуация сохраняется и в дейтериевой плазме, где появляются гармоники на ионциклатронной частоте дейтерия порядка 15-17 МГц. Но так как в связи с особенностями работы Takamaki FT2 в течение дейтериевого разряда всегда присутствует водород, водородные пики даже в дейтериевых разрядах довольно сильно выражены и видны даже сильнее, нежели чем дейтериевые пики. При приложении ВЧ-мощности основной сигнал приобретает форму сплошного шумового, уже не видно вспышечного характера, тем не менее гармоники при рассмотрении сигнала с приложением ВЧ-мощности все равно сохраняются. На данном флайде представлена зависимость сигнала от среднехордовой плотности разряда. Как видно, при увеличении среднехордовой плотности амплитуда пиков и частота следования пиков падала вплоть до шумового уровня, когда уже на плотности 3,5 на 10,19 частиц на метр кубический сигнала практически уже не видно. На данном слайде показана зависимость частотного пакета от плотности. В данном случае частотный пакет анализировался следующим образом. Как я не сказал, на данном слайде снимался сигнал в течение 2 миллисекунд, 1 миллисекунду до старта ВЧ и 1-2 миллисекунды в течение ВЧ, что позволило снимать сразу же сигнал что до, что после для последующих проверок. И анализировался он со 100 усреднениями в течение всего 1 миллисекундного окна, что до ВЧ, что в течение ВЧ. В амической фазе разряда пакет, начиная с плотности 1,2 на 10,19 частиц в кубе, хорошо сформирован и смещается в сторону более высоких частот при увеличении плотности. При достижении критической плотности, когда режим переходит из режима генерации нежгибридного тока в режим увлечения ионов, так называемый нагрев ионов, у нас пропадает сигнал, он уже на уровне шума. Тем не менее, если рассматривать сигнал во время ВЧ, то похожая структура сохраняется, но при большей плотности, когда происходит переход из режима генерации тока в режиме увлечения ионов, появляется, как я уже говорил, параметрическая распадная неустойчивость. И, в общем-то, можно сказать, по данной картинке, как будто бы эти колебания переходят в параметрическую распадную неустойчивость. На самом деле, это просто так кажется, потому что параметрическая распадная неустойчивость имеет пороговый характер и никак не связана на данный момент, как мы считаем, с данными колебаниями. Также исследовалась зависимость от магнитного поля. Как видно на пределах перемены характеристики от 1,8 до 2,5 Тесла в центральной части, на середине радиуса, сигнал смещался в область более высоких частот. Также исследовалось поведение от разрядного тока, но в пределах измерений и в пределах ошибок зависимости не выявлено. Кроме того, была сделана оценка локализации данного эффекта. На среднем рисунке вы можете увидеть распределение нижнегибридной частоты в приближении холодной плазмы для водорода для двух плотностей 0,5 и 1,2 на 10,19 частиц в кубе. На левом рисунке можно увидеть ширину пакета, считайте область существования данных колебаний, взятых из прошлых слайдов для различной плотности. Из этого можно, совместив эти два графика, увидеть область существования для каждой плотности, но возникает вопрос, какую ветвь колебаний, точнее так. Если мы выбираем область существований, мы можем выбрать как область с R больше R нулевое или область с меньшей R нулевое. Предлагается использовать наружную часть тора, так как с наружной части тора поле меньше, и соответствующие частоты ионциклотрона для данных полей соответствуют 30 и 33 мегагерцам, что соответствует расстоянию между пиками тонкой структуры. Кроме того, проведен анализ сигнала более тщательный, в том числе временная зависимость. Сверху слева показана временная зависимость. Показано, что они, так же, как я раньше демонстрировал, имеют вспышечный характер. Кроме того, в течение каждой вспышки меняется порядка 40. Частота вспышки, частота данного пакета, ползет в течение порядка 80-100 микросекунд на 40 мегагерц. Если делать усреднение на времена более чем 100 микросекунд, что мы и раньше делали, то данные пики сливаются в спектр сложной формы, что мы и наблюдали раньше с расстоянием между пиками порядка ионцеплатронной частоты. Кроме того, был произведен кросс-корреляционный анализ с двух зондов, каждый из которых расположен в своей части Тора на расстоянии 90 градусов относительно по троидальному углу. Частоты их основные, как видно, были похожи. Амплитуды их различались из-за того, что было разное расстояние от штыревого зонда до сепаратрисы. На среднем рисунке показан спектр когеретности, на нижнем – кросс-фаза. В пиках когеретности, которые здесь представлены, то есть пик для более высокой частоты порядка 700-800 мегагерц, пик когеретности порядка 70%, для 550-600 мегагерц, пик когеретности порядка 200 мегагерц. На этот пик лучше не смотреть. Этот пик соответствует 500 мегагерцам. Это счетный пик, соответствующий особенностям фури-преобразования. В данных пиках когеретности наблюдается линейные участки зависимости кросс-фазы от частоты, что говорит о трейдальном распространении данных колебаний. И считая, что колебания распространяются по кратчайшей дуге, можно вычислить скорость распространения колебаний, которые для данного разряда составляли порядка третьей скорости света. Возможные причины, которые мы предполагаемо привели к возникновению данных колебаний, одной из предполагаемых причин, это то, что из-за сильной гофрировки магнитного поля в Токамаке FT2, который иногда доходит до 15-20% на границе плазмы, происходит трейдальный дрейф быстрых ионов. В связи с этим возникает искажение функций распределения ионов, что приводит к возникновению ионобештейновских колебаний на нежгибридной частоте, которые потом в области резонанса преобразуются в косую гумерскую волну и могут переизлучаться из Токамака. Кроме того, еще одной из возможных причин, которые наши зарубежные коллеги опубликовавшие статью буквально в прошлом году, чуть раньше нас, к сожалению, предполагают, это то, что в разрядах с данной малой плотностью всегда существует пучок ускоренных электронов, которые приводят к возникновению веерной неустойчивости и синхротронное излучение, которое является признаком данной веерной неустойчивости, проходит через параметрические... Да-да-да, я уже закончил. Проходит через множественные параметрические неустойчивости, понижающие данную частоту и приводит к данной частоте от 100 до 1000 МГц. В пользу второго... Второй причиной также говорит наблюдение вместе с снятием синхротронного излучения. Как видите, зонды P1 и P2, вспышки на них на верхнем треке показаны синхротронные излучения. Замечательная корреляция между вспышками на зондах и вспышках синхротронного излучения. Заключение. Что обнаружены колебания на нежгибридных частотах в амическом разряде от КАМАК-ФТ2. Наблюдена зависимость от параметров разряда. Выполнена оценка локализации скорости распространения данных колебаний. И исследования будут продолжены для подтверждения причин возникновения эффекта. Спасибо. Спасибо, Алексей Николаевич. Так, вопрос. Да, поблагодарим докладчика. Вопросы, пожалуйста. Так, ага, пожалуйста. Сергей Владимирович. Спасибо. Алексей, я бы хотел спросить. Там у вас был слайд в самом начале с зависимостью частоты от плотности. Но вот в самом верхнем окошке... Так, какой из? Чуть-чуть подальше, наверное. Да, вот это. Ага. Так, нет, погодите. Частоты от плотности. Да, да, да. Вот здесь. Здесь вот в самом верхнем правом окошке у вас не пакет, а наблюдается растущая амплитуда возмущения до тысячи мегагерц. Какое-нибудь понимание. Там уже нету не спектра, а просто такой сплошной фон. Вот что это такое? Почему-то это вот все есть только при совсем низкой плотности, а дальше потом нету. Есть какое-то понимание этого? Я бы сказал, что в данном случае это связано скорее с нестабильностью разряда на малой плотности. и это довольно сложно было получать разряд на таких малоплотностях. На высоких плотностях, как вы видите, таких зависимости не наблюдается. То есть пакет хорошо сформирован. Спасибо. Вопрос еще, Вячеслав Алексеевич. Все-таки остался непонятный вопрос с локализацией. Во-первых, мне интересно, где это? А во-вторых, масштаб в области локализации. То есть какие там диапазоны, параметры. То есть это что захватывает? Там пол шнура, целый шнур, треть шнура, одну десятую и так дальше? Масштаб локализации мы представили на правом рисунке. То есть в зависимости от плотности ширина локализации. То есть самое широкое, что мы здесь захватываем, это порядка 5 сантиметров. Относительно малого радиуса порядка малого радиуса 8 сантиметров. Я скажу еще такую вещь, что в данный момент мы продолжаем эти исследования и так как усреднение, как я уже говорил, велось по всей миллисекунде, захватывающей в себя все данные пики. Из-за этого пик в общем-то имеет такую сложную форму и имеет такую большую ширину. Если рассматривать пики по отдельности, они имеют гораздо меньшую ширину и в связи с этим можно гораздо лучше уточнить локализацию и этим как локализацию, так и скорость распространения. И в данный момент мы этим как раз занимаемся. Спасибо. Еще есть вопросы? Если нет вопросов, еще раз поблагодарим докладчика. Все, на сегодня заседание закончено. Всем спасибо за участие. Спасибо. 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 .